Близнецы, приветствую вас! Это прогноз на июль 2024 года. Мы будем говорить о том, что происходит в этом месяце. И, в общем-то, как обстоят дела не только на небе, конечно, но и на земле. Для вас, по крайней мере, для близнецов, что будет в этом месяце. Итак, получается, что не так давно ваш знак перебрался в такой мощный, большой, настоящий подарок. Это планета Юпитер. Она идёт по вашему знаку потихонечку, продвигается по нему. И, в общем-то, могу сказать, что уж точно в этот период, в летний, она будет как раз закладывать все эти возможности, все эти факторы роста, которые потом дадут о себе знать уже в осеннее время. Поэтому моя рекомендация не прозевать это время, потому что вот как раз-таки июль, август, сентябрь. Это вот как раз самые такие сладкие месяцы её директного движения. Потому что в октябре она уже будет разворачиваться в ретроградное. И всё, что она посеяла за эти месяцы в вашу судьбу, будет реализовано уже на её ретроградном ходу, начиная с октября и далее, до конца этого года. И даже в начале следующего июля ещё тоже этот эффект будет сохраняться. Поэтому сказать, что июль, несмотря, наверное, на свои высокие температуры, необходимо в нём будет как-то так вот немного абстрагироваться от работы, отдохнуть. И всё такое не могу. Наоборот, как раз-таки июль даёт некоторые преимущества вам, именно как знаку, по которому ходит сейчас Юпитер. И поэтому, в отличие от многих других знаков, у которых не будет столь яркого периода, вы как раз-таки попадаете в небольшое количество тех, кто может проживать даже какой-то рассвет в профессиональной и карьерной сферах. В первой части месяца планеты, которая вами управляет, планета Меркурий, во-первых, хочется отметить особо, что всё-таки она сейчас на самом своём высоком ходу. Вот июнь и июль у неё самый высокий ход. Это совместно с проходом Юпитера, по вашему знаку, говорит о том, что и у вас очень высокая скорость жизни и появление новых возможностей в ней. Ну вот посудите сами, если первые два дня этого месяца вы встречаете с Меркурием, который ходит по водному знаку рака, то буквально уже 2 июля Меркурий, ваш управитель, переходит в огненного льва. И 2, ну буквально там даже, ну да, около 2 недель получается, нет, даже 3 недели, да, это у вас они будут связаны с, ну вот, временем вашей, видимо, наибольшей активности, потому что, с одной стороны, лев создаёт такую душевность и такую впечатлительность очень позитивную, да, когда мы вдохновляемся от чего-то, вдохновляемся чем-то. А с другой стороны, лев всегда создаёт желание блеснуть, желание привлечь внимание, желание стать каким-то особенным, чем-то отличиться, так, чтобы нас за это что-то похвалили, полюбили, сделали главным, да, такой ролевой моделью. И вот как раз-таки 2 недели, даже 3 недели будет у вашего управителя ровно такое положение, а потом он перейдёт в знак Девы. Знак Дева, кстати, этот последний где-то 4-5 дней у него попадёт он в эту земную стихию, в достаточно сильное для себя положение, но для вас не очень оптимальное, потому что всё-таки вы и знак Дева друг с другом дружат только через определённый конфликт. Так что это наиболее напряжённое положение вашего управителя, и значит наиболее напряжённые дни вообще в целом месяце. Вот это вот последние 5 дней, когда Меркурий, ваш управитель проходит по Деве. Ну и важно понимать, что когда Меркурий идёт по Деве, это уже говорит о том, что вы попадаете в ситуацию снижения его скорости, потому что в этом знаке, и, кстати, он потом ещё во Льва должен перебежать, как раз-таки он уже будет ретроградно в начале августа, поэтому последние дни июля он уже значительно снижает скорость. И это тоже не придаёт лёгкости в течение тем делам, которые будут вот в этот период реализовываться, появляться. Это как раз-таки последняя неделя июля будет для вас наиболее сложной для притворения своих каких-то желаний, намерений в жизнь. И, как вы понимаете, после такого яркого, ярких трёх недель, когда всё было так, как вы хотели, всё искрило, сверкало и было только в вашу пользу, это выглядит несколько обидно. Да, так что у Меркурия свои задачи по отношению к вам. Сейчас я несколько пойду по хронологии, расскажу, какие события в какой период могут реализоваться. Но также напомню, что очень много поступает ещё вопросов про прохождение Чёрной Луны по знаку весов. Ведь буквально июль для неё – это первый месяц из девяти, когда она входит в новый знак. И, конечно, первый месяц, транзит первого месяца всегда очень кризисный. Для вас Чёрная Луна в весах достаточно значимый транзит и может реализоваться совершенно так специфично. Об этом я уже говорила, я давала прогноз для вашего знака. Я, может быть, даже выскачивали мой чек-лист по путеводитель по Чёрной Луне в весах. Однако у меня есть ещё одно предложение для вас. Оно может быть более индивидуального характера. Я сделала прогнозы по датам. То есть там периоды есть, в которых вы можете найти именно свою дату рождения, вместе с годом рождения, и получить прогноз более индивидуального характера о том, что же тогда Чёрная Луна будет в вашей судьбе значить в ближайшие девять месяцев. Если вы хотите вот такой более, скажем так, уникальный прогноз получить, то переходите по ссылке первой в описании под этим видео. Он, кстати, не требует ничего, кроме регистрации, чтобы я выслала его вам на ваши регистрационные данные. Но давайте теперь по хронологии. Что касается начала месяца, то, как я сказала, буквально первые полтора дня вы проводите с водным Меркурием. Когда ваш управитель находится в водной стихии, вам не очень это нравится, потому что делает он вас слишком неразумными. Вы слишком ведётесь на эмоции, которые испытываете. Так что первые два дня для вас такие события, может быть, ненасыщенные, но очень много впечатлений могут принести. И, кстати, интуитивно вы здесь очень сильны. Могу сказать, что где-то 1-2 июля вам могут присниться какие-то сны, которые являются каким-то знаком судьбы, грубо говоря. Когда же Меркурий переходит в знак Льва, и он остаётся здесь со 2 июля по 26 июля, то получается, что у вас есть здесь о чём поговорить, потому что вот как раз где-то начиная с 4 июля по 10 июля самое яркое время для реализации ваших амбиций. То есть о чём я и говорила, да, что Меркурий в Альве на 3 недели обеспечит вас вот этим вот профессиональным и карьерным ростом. И несмотря на то, что вроде бы время летнее, все в отпусках, да нет, у вас-то как раз самое время себя проявить, да, и это будет не насильное над собой, а наоборот очень большая себе услуга, если вы ровно так своим временем в июле и распорядитесь. Поэтому вот особенно оптимальное для этого время, как я сказала, где-то с 4 по 10 июля. С 22 июля, нет, даже так лучше сказать, 22 июля это уже кульминация этого события. Начиная где-то с 20 июля по 26 июля, вот здесь вот самые, пожалуй, непредсказуемые события вас ждут. Может быть, поворот как в лучшую сторону в каких-то делах, так и в худшую. Ну, за счёт того, что аспект между вашим управителем и планетой Уран-Квадрат, возможно, что у вас появятся какие-то совершенно неожиданные, непредполагаемые вами препятствия. Ещё кое о чём хочу напомнить вам. 20 июля ваш знак, вот на ближайшие 10 дней, по крайней мере в июле, ну и на весь август тоже, переходит Марс. Поэтому последние дни июля, хоть как я вам уже говорила, и такие непростые, потому что всё, что вы на них планируете, будет реализовываться ни с такой скоростью, ни в таком объёме, который вы хотите, вам придётся намного меньше уже, ну скажем, успевать делать, да, потому что каждое дело будет занимать большее время, чем вы предполагали, чем было до этого, да, потому что скорость, в принципе, уменьшается. Но вы также работоспособны именно за счёт того, что Марс на последние 10 дней июля переходит в ваш знак и обеспечивает вам эту потрясающую работоспособность. Ну что ж, я очень надеюсь, что вам понравился этот прогноз, поэтому жду от вас заслуженных лайков. А также, если вы ещё не подписались на меня, обязательно сделайте это. Если вы смотрите меня на ютубе, то не только подписывайтесь, но и обязательно жмите на колокольчик. Таким образом вы будете знать, что у вас, у меня вышло новое видео, и вам оно доступно, да, в числе первых. Если смотрите меня где-то в другой социальной сети, в Дзене, в паблике ВКонтакт, то тогда подписывайтесь там. Я же с вами прощаюсь, но только до новых прогнозов. До свидания!